Первый камень в основании храма святых мучеников Адриана и Наталии заложили 5 июля 1914 года, а 28 июля началась Первая мировая война. Пока назревала общерусская катастрофа, церковь понемногу строили, и к началу революции она уже была готова к служению Богу. Храм создан по проекту архитектора Глазова в русско-византийском стиле. Главный алтарь осветил 15 апреля 1916 года священномученик протеерей Иоанн Восторгов, прострелянный в 1918 году. Южный предел, икона Божьей Матери «Нечаянная радость», осветил 3 сентября священномученик Дмитрий Добросердов, епископ Можайский, прострелянный в 1937 году. Северный предел, блаженного Василия Московского, осветил 1 октября священник Василий Городецкий. Пожалуй, это и последний храм в Москве, построенный до революции и гонения на церковь. Со времени освящения и до наших дней храм не закрывался. Некоторые склонны объяснять это тем, что настоятелем храма после революции был протеерей Михаил Георгиевич Кузнецов, которому обновленцы прочили звание епископа. Но отец Михаилу со временем осознал ложную суть обновленчества и, принеся покаяние патриарху Сергию Старгородскому, вернулся в патриаршую церковь и до конца своих дней был настоятелем этого храма. Так или иначе, может быть и по другим, недоступным для человеческого разумения причинам, храм с момента освящения всегда был открыт для верующих. Даже Хрущев не проявил желания его закрыть, он просто приказал перевесить иконы, которые раньше были у нас на внешней стороне храма, напротив шоссе, иконы были убраны на западную часть храма, где они сейчас и находятся. А так храм никогда не закрывался. Иконостасы, как и сам храм, выполнены в новорусском стиле. Расписывали храм в разное время, когда позволяли обстоятельства. Обращают на себя внимание изображения четырех евангелистов, которые традиционно написаны по четырем сторонам крестово-купольного свода, на так называемых парусах, поддерживающих купол, внутри которого изображен Господь-Сидержитель. При евангелисте Матфея – ангел, как символ мессианского послания в мир Сына Божия. Символ евангелиста Марка – лев, как знак могущества и царственного достоинства Христа. Евангелисты Луку изображают стельцом, подчеркивая жертвенное искупительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем божественных тайн. Со всей округи сюда приносили святыни, спасая их от уничтожения. Даже по тому, как находятся киоты, можно увидеть, что они все в разных стилях. И наверняка взяты с разных храмов. С началом возрождения церкви и строительства новых храмов многие старинные святыни обрели новых хранителей. В новые и монастыри отдавали, и в храмы очень много отдавали, потому что, конечно, иметь такое количество святынь, надо с людьми поделиться, которых их нет. Одну из самых почитаемых икон храма обрели случайно. Верующая семья 1 января на своей веранде обнаружила доску. Когда ее перевернули, то увидели, что это икона Божьей Матери Новодворская. Они поняли, что место такой иконе может быть только в храме, и принесли ее сюда. Эта икона считается чудотворной, потому что на ней прямо видны капельки мира, которые выступают, и люди почему-то, не знаю, может быть, по названию Новодворской, все бегут с ней просить нового себе жилища. Думают, что новый двор, значит, это новая квартира, новый дом. Но Матерь Божья не презирает, так сказать, простого моления и многим помогает. Хотя по истории Новодворской мы знаем, что новый двор – это место, где была написана первоначальная икона с Тесетелем Петровым. Отнюдь не от того, что она обязательно посылает какие-то новые жилища для нас. Но сейчас, к сожалению, вот нет всех тех пожертвований, которые были это на иконы. Раньше больше всех икон было увешано крестами, всякими колечками, приношениями. Но просто со временем сняли, потому что, ну, чтобы и образ не закрывал, и людей не скушал. Эта икона, пожалуй, единственный, по крайней мере, единственный чтимый образ Новодворской Божьей Матери в Москве. Акафист перед иконой служится 1 января, в день, когда нашли эту икону, и 2 января, как это положено по церковному календарю. Главный предел храма посвящен святым мученикам Адриану и Наталье, который празднуется 8 сентября вместе с празднованием Светения иконы Божьей Матери Владимирской. Святые мученики Адриана и Наталья были молодыми супругами и жили в городе Никодимии в Малой Азии. За исповедание веры Христовой Адриан был подвергнут страшным пыткам. Наталья присутствовала при истязании мужа, укрепляя его дух, чтобы он не отрекся от Христа. Наталья скончалась на гробе своего мужа в предместе Византии, куда его тело перенесли верующие. Святые мученики Адриана и Наталья показали образ истинного христианского супружества о спасении души. Многие прибегают и многие интересуются, потому что это была святая пара, которая действительно, несмотря на то, что муж был язычником, но через молитвы святой своей супруги он стал верующим христианином и через мучения действительно угодил Богу и вместе они теперь предстоят и молятся за нас. Сейчас такое время, когда разрушаются семьи, очень трудное такое время, идет на наступление, на семейную жизнь, вот пытаются ее разрушить, поэтому многие семейные пары ищут помощи для того, чтобы укрепить свой брак или создать свою семью. В храме две почитаемые иконы святых мучеников Адриана и Натальи. Одна из них небольшая с частицами мощей Адриана и Натальи находится в кивоте у сольей главного предела, другая в иконостасии центрального лотаря. Вот здесь большая икона у нас находится святых мучеников Адриана и Натальи, перед которой мы совершаем акафистное пение, вот наша такая тоже почитаемая святыня, только что вот частичек святых мощей там нет, но мы ее почитаем, мы давно очень любим и всегда здесь на праздник, всегда здесь у нас венки такие вот красивые сплетаются из цветов. Правый предел у нас посвящен иконой Божьей Матери «Нечаянная радость». Празднуется два раза в году, 14 мая по новому стилю и 22 декабря по новому стилю. Иконы, историю этой иконы, конечно, все знают, и очень много людей стекается, одно время даже у нас приезжали из других областей помолиться, собственно говоря, мы тоже чем-то похожи на этого разбудника, который, идя на свои дела, тоже просил о заступлении Матери Божией, вот, и в какой-то момент вот просветился, что неправильным путем он живет, вот, и мы тоже, как бы молясь, и тоже вот чувствуем себя, наверное, такими же разбойниками, которые нуждаются в помощи Матери Божией, поэтому всегда как-то особенно готовимся, всегда так, торжественно празднуем ее память, и всегда Матери Божией какую-нибудь нечаянную радость посылает тем, кто, конечно, к этому как-то готов, наверное, так вот, духовно принять от нее помощь. У главного алтаря находится ковчег с частицами мощей более 60 угодников Божьих, крестителя Господня Иоанна, апостола-евангелиста Луки, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Мерликийского чудотворца, первомученика архидиакона Стефана и многие-многие другие. Собрание этих святынь плод труда настоятеля храма Протеерея Николая Дятлова. Ковчег, в котором больше 60 различных святынь со всего мира хранится. Эти святыни батюшки привозили и архиереи, и священники. Ему очень много жертв. У него даже, как бы можно сказать, такой дар он где-нибудь появляется, в том месте обязательно батюшки подходят и ему благословение дает частичку святых мощей. В отдельном ковчеге находятся мощи Святой Блаженной Матроны Московской. Есть у нас прихожане, которые молятся о каких-то, ну пусть простых вещах, но знают, что она в житейской жизни тоже очень помогает людям, и они всегда так с усердием всегда просят, и она, конечно, обязательно в этом помогает. Левый предел нашего храма просвященствуем Блаженному Василию. Память его совершается 15 августа. Блаженный Василий как бы незримо с нами присутствует, и действительно он помогает. Я знаю, что у нас был батюшка, он непокойный, всегда ходил к престол, что-нибудь у него просил всегда, и думаю, что получал, потому что он всегда как-то с радостью всегда каждый раз кланялся Блаженному Василию и о чем-то сокровенном его всегда просил. Еще одной святыней является у нас распятие, которое находится слева от алтаря от главного. Часто, особенно постом, можно заметить капель Кемера, которая стекает по кресту Господню. Боковой стороны храма икона Трубчевская, она тоже очень редкая, и даже долгое время мы не знали, как она называется. Подарена она была очень давно грузинами. Оказалось, это Трубчевская икона Божьей Матери. Она вышитая и бисером, и золотом. Недавно она была восстановлена, реставрирована, потому что уже из-за этой христии она стала немножко осыпаться. Сейчас она во всем своем благолепии находится и очень любит ее как раз именно грузинами. Очень знает ее и часто к ней приезжает. Есть у нас с Украины привезенная икона хреста ради Иродиева преподобного Феофила с частичкой мощей и Досифея, тот старец, который благословил Серафима Сарусского на монашество, когда он пришел в Киево-Печерскую лавру и спрашивал себя дальнейшего жизненного пути к спасению. Как раз она все-таки не Досифея, Досифея, это была все-таки женщина в монашеском образе. Вот, и она благословила его как раз и идти в Сарусскую пустыню для спасения. Прихожане храма молятся и получают утешение перед образом Божьей Матери Иверская. Богослужение в храме проводится у нас ежедневно. До храма добраться удобнее всего от метро ДНХ по Ярославскому шоссе. Здесь идут троллейбы 76-й, автобусы 172-й, 136-й, 789-й. Остановка школа называется, поскольку здесь за нами три школы находятся, остановка называется школа. И прямо с остановки хорошо, если только не сгораживает от самой зелени, прямо очень хорошо храм виден. Субтитры создавал DimaTorzok